Международный валютный фонд высказывает озабоченность за медленным экономическим ростом в США. Некоторые эксперты опасаются второй волны кризиса. Рост американской экономики остается всего лишь на среднем уровне. В то же время, в случае усиления роста, впереди США ждут проблемы, с которыми надо быстро и эффективно справляться. Рост экономики может превзойти наши ожидания в том случае, если поднимется индекс потребительской уверенности. По-прежнему, слабые основные экономические показатели представляют риск для рынка недвижимости. Потеря кредитоспособности может привести к росту ставок по кредитам или даже к снижению кредитного рейтинга страны, что повлечет серьезные последствия. Индекс потребительской уверенности в устойчивости своего экономического положения и готовности тратить деньги в июне снизился до 71,5 пункта. Средний докризисный показатель составлял 87 пунктов. Американцы не спешат тратить деньги, откладывая на черный день. Во многом, неуверенность в завтрашнем дне вселяет растущий уровень безработицы. Несколько снизившись в начале года, в марте, несмотря на все усилия администрации Белого дома по созданию рабочих мест, он начал расти и уже к маю составил 9,1%. В мае 2008 года этот показатель находился на отметке в 5,5%. Кроме внутренних проблем, по мнению специалистов, свою роль могут сыграть и внешние факторы. Как мы знаем, кризис в европейской банковской сфере может повредить росту экономики США через связи в финансовом секторе. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Infox, Washington.